Сорос объявил войну Брекситу, финансист готовит в Англии новый референдум в Европе. По его мнению, грозит реальная опасность, и американский миллиардер Джордж Сорос объявил о начале кампании в поддержку нового референдума в Великобритании, на сей раз против Брексита. Она начнется в ближайшие дни, сообщил финансист на встрече Европейского совета в Париже. По словам Сороса, решение о разделении Лондона Орд. ЕС – это ошибка, потому что Брексит – крайне болезненный процесс, оказывающий негативное влияние на все стороны, большая часть вреда, который ощущается сейчас, вызванной экзистенциальным кризисом, в котором находится. Европейский союз, однако его внимание отвлечено на переговоры о соглашении выхода из Британии, сказал американец. Это взаимопроигрышное предложение, однако оно может быть изменено на взаимовыгодное точка, перейти на сайт рекламодателя, реклама 0.0 пропустите. Евросоюз – зависимая территория, констатирует экономист Михаил Делягин. У Европы есть хозяин – США, и этот хозяин должен наводить порядок на подконтрольных ему землях. Когда Британия продемонстрировала свою. Независимость – наметился сильный конфликт между американскими и британскими элитами. Поэтому дело тут даже не в референдуме, он был рекомендательным. Дело в британской элите, которая решила действовать независимо от Вашингтона. И заявление Сороса – это объявление войны этой самой элите. Это будет борьба против английского истеблишмента. Через пропаганду и очередную цветную революцию. Напомним, референдум о выходе Англии из Зибросоюза. Прошел 23 июня 2016 года. 51% британцев проголосовал в пользу Брексита. Изначально сообщалось, что страна покинет ЕС до 2020 года, однако недавно появилась информация, что премьер-министр Тереза Мэй может попросить. Брюссель продлить этот процесс на два года. Главной проблемой для Лондона остается ситуация на границе между Ирландией, которая входит в ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и жители, которые выступают за сохранение членства страны в ЕС. Читайте также теракты, дефолт, Бриксит. Почему ЕС так и не смог объединить Европу? В перспективе 25 лет назад рисовались радужные, единая валюта. Отсутствие границ, развитие экономики благодаря широкой интеграции. Но вместо этого спустя чертведь века страны Старого Света получили кое-что другое. Миграционный кризис, растущую безработицу и нескончаемые долги. Можно ли считать проект? Единой Европы провальным Ильейс все так и сумеет выбраться из кризиса. Подробности. Субтитры создавал DimaTorzok